Всем доброго дня! Сегодня я заканчиваю прохождение Eternal Darkness на том же месте, где я его оставил месяц назад за... кажется, его звали Эдвард, дедушку главной героини, который нашел у себя под особняком целый адский ктулхический город. Что занятно, это ведь Роуд-Айленд вообще, это новый свет, Америка. Любопытно, кто его строил. Учитывая то, что в этих местах особо вроде бы индейцев не водилось. Я практически забыл, как в это играть, поскольку в последнее время проводил или за QT в... оу, щет. Или за QT в Фаренгейте, или за адским слэшерством в Dark Souls, поэтому я сейчас, наверное, буду... пробовать разные штуки. В этой игре, напоминаю, есть довольно забавная система магии, но при этом, конечно, сама игра довольно кривоватая, ну, чего и следовало ожидать от чего-то настолько же древнего. ой, кажется, я его убил, что с одного удара убил я. Связан. И он меня тоже. Какие они все, никчемные. Ну, ладно, это не так плохо. Ау, не все, никчемные. Так. Ну, попробую без энчанта, может быть, его победить. Раз, у меня ман нет. Ой, здоровье, сэр, вообще никакое. Здоровье никакое. Oh, well. Скриншот сейв. Окей, прикольно. Ладно. Вернемся к тому, что у нас было. После Фаренгейта Eternal Darkness просто детская сказка. Ну... В отличие от Фаренгейта, она просто требует чего-то большего, чем просто выполнение дурацких QTE. Да что такое, Эдвард? Только что у тебя была мана. Все-таки какие-то монстрики и древние боги. Но в Фаренгейте тоже были древние боги. Только там не было монстриков таких и боевой системы. Были только QTE. Вот оно, что это. Это, значит, древний город, на котором злые ктулки паразитируют. Они всех изначальных обитателей съели. Все равно интересно, что это цивилизация. Так, типа, как Атлантида? Наверное, надо полагать. Исходу смерть вместо приветствия. Да. Но дело в том, что конец игры достаточно сложный, а я фактически уже и забыл, как играть-то на самом деле. В этот раз мой хоррор победил их обоих. Проблема в том, что мне теперь, наверное, с ним самим придется сталкиваться. Ай, конечно, вот эта колонна, это всегда преграда, через которую невозможно переступить. Могу увезти его в другую локацию? Наверное, нет. Грустненько. Ладно, то я его просто спрячу куда-нибудь в угол, наверное. Из-за инсценити эффектов Фаренгейта. Инсценити эффекты Фаренгейта сводили с ума игрока, да. Не то, что здесь, подумаешь, какие-то эффекты. Ой, они сразу съели весь мой сэнити, сразу все, целиком. Что-то какая-то жесть вообще. Я могу что-то с этим делать? Мне интересно. Что у меня есть вообще? Во, у меня есть жидкая храбрость, точно я же алкоголик, меня ничего не возьмет. 96 Shotgun Shells. Что-то у меня патронов гораздо больше, чем можно было. Ауч. Ауч. Ой. Я выстрелил не туда, и сам себя прокинул. Потрясающе. Ну, Берри Лоуд. Я жму на Б, где Мурил? Где мой Релоуд? Релоуд фейл. Окей, ничего не происходит. Слонобойня меня предала. Может быть, мне все было два потока. Окей, меня убивают. Ужас какой-то. Я думаю, мне нужно полечить быстренько. Слабенько. Так, у меня вроде бы наверх это было. Уйди. Так. Почему я... О, это Треллоуд у меня работает. Ну и что, это человеческая двоежопка в меня сейчас кастует? Так, у нее дэмидж филд. Наверное, это надо сделать какой-то диспел. Может быть... Такой? Ау. О, да. Вали своего зомбака. Да блин, я же жму на Б, чтобы перезарядиться, а не стрелять. Какая странная игра. Мой хоррор победил из всех. Это реплика Кодзима перед тем, как свалить из конами. Так, недавно появились видео с Нир 2. Да, я пока не смотрел. Но с другой стороны, мне все равно игра интересна, поэтому я... Я в любом случае, наверное, хочу в нее играть. Поэтому мне нет смысла большого, наверное, смотреть какие-то видео. Until Dawn будет first run. Да, я вообще... Вообще, ну, как бы я ее запустил, посмотрел на нее, посмотрел пролог, и такой... А не пройти ли мне ее на стриме? И все такие... Да, проходи, я на стриме. Ну, вот, значит, буду именно этим и заниматься. Чувак залез в подвал своего дома, а там древний город с монстрами. Да, короче, это The Binding of Isaac такой. Эй! Не смей! Ого, как я вылечился от того, чтобы разрядил свою дробь ему в анус. Что же это? Ага, сюда надо расставить эссенции древних. Которые у меня, на самом деле, в особняке-то лежат, просто я их с собой не взял. Может быть, мне всего лишь надо... Может быть, мне надо было их захватить с собой? А, это, наверное, то есть тот самый портал, через который наш Пи Август говорил со своей владычицей. Но, походу, здесь больше ничего. Серьезно, он не хочет ее перезаряжать? А, окей, а теперь хочет. Энтил Дон вышел успешный, хотя и тупой. Сложно ругать за тупость, потому что сразу же показывают тупых подростков. Ну, вот да. Я не знаю. Я не знаю, почему ее все настолько ругают, учитывая, что герои настолько глупые сразу же. Так, наверное, мне надо просто диспелнуть все. Ну, посмотрим. Может быть, все будет лучше. Может быть, мне нужен диспелл побольше. Но все равно не пускает. Я ничего не понимаю. Неужели мне надо идти домой и выносить оттуда все эти эссенции и древних богов? Что же делать? Что же делать? Если диспелл не работает? Ну, у меня даже нет идей. Просто если... Ну, я полагаю, что если я одну эту дверь не могу открыть, значит, я все их не могу открыть. И... В общем, что-то у меня нет идей. Сейчас уже даже... Не, не хочет. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Может быть, здесь? Нет. Они все одинаковыми щитами закрыты. Я, честно говоря, думал, что если я убью монстрика, то у меня получится открыть эти двери, но оказывается нет. О, и выход тоже выпилен. Вы серьезно? Ээээ... Что же мне делать тогда? И тут спиральки на стенах все напоминает о Фаренгейте. Ну, черт. А, вот. Может быть, мне надо было действительно скистовать здесь диспел? Как это все сложно. Не, как-то не очень. он сам хау и мы в magic from the area да что-то я застрял давайте посмотрим может быть какое-нибудь прохождение от отчет я у меня нет уже даже идей здесь можно что-то еще активировать оказывается вот это да по периметру круги а я что-то я даже не понял я пробежал не увидел ничего оказывается что да это все ну давайте попробуем наверное мне нужно просто долго-долго проходить разные фигни если бантил он был чистый кином то никто бы на него не обратил внимание да я согласен я не знаю то есть мне вообще в принципе этот жанр право типа слышен этот подростковый что какие-то глупые тинейджеры глупые тинейджеры и оказались где-то в ебеняха и там их преследует какой-то злобный злобный дядька и режет их на куски мне это вообще кажется очень очень ущербной идеей так готов так что у меня здесь камера спасибо тебе камера 590 и передают привет она делает и наверное мне надо опять сделать диспел иначе ничего не будет судя по всему в общем здесь мне кажется есть такая проблема примерно возможно нам как silent hill down poor кстати в этой игре то есть в down poor в принципе большая часть сражений с врагами она была она как бы или не нужна или не напряженный а тут вот под конец когда боев становится много это начинает конечно утомлять потому что игра не очень сколько вас там это тоже защитом is it art вот это мне нравится да то есть ты приходишь в какой-то сраный ад с демонами искусство ли это да понятно трекеры монстрик наверно мне надо за монстрик а зайти судя по всему ах ты сволочка вон там призвал а он сделал себе еще один защитный барьер и отхилялся ну потрясающе а может быть так забавно отлетает конечно и кушай не ешь подумай да ёшкин кот как он может промазать с такого как он может мазать вообще с такого расстояния не знаю что ему шутка нужно дать нет она сделала опять щит какой ужас вообще как это нудно станете сегодня закончила да я на самом деле сегодня делаю вот просто до упора стрим потому что волота какая ну я не хочу умирать ну блин несколько а у меня же есть сабелька вот ты я же хочу ее взять вот давай руби и его тоже нет не успел как же ты игра длинная да увы вот мне кажется что последние во всяком случае если бы это была совсем последняя глава все было бы может быть еще не так плохо но но нет по моему эту древнюю адскую столицу мне надо будет проходить еще в второй раз и это будет кажется совсем грустно был я всех боссов в dark souls 3 сам без помощи не я призывал призывал фантомов на ну на практически всех финальных боссов потому что слишком жестоко для меня было особенно с моим сломанным магом у которого не было магии на самом деле нифига потому что я потому что от меня ушел чувак который торговал магией но обсуждает сейчас чате мистику в мистику в антилдон да там на самом деле конечно про нее ничего не знаю но я догадываюсь что там наверное будет мистика потому что там были какие-то индейские эти уже тотемы это никогда не ничего хорошего не означает стрим пантилдон еще не начался уже все обсуждаем но шо поделать надо было ли вообще и убивать я не знаю наверно было просто дернуть одно можно точно сказать про антилдон первая половина игры в разы лучше второй знаете мне кажется это вообще какой-то паттерн такой есть что здесь тоже ничего еще что-то я просмотрел наверное в тернал даркнесс мне тоже кажется первая половина игры в целом получше второе хотя бы потому что вот во второй как можно видеть кучу совершенно ужасных боев и очень затянутого вот именно этого экшена а ну и в фаренгейте тоже первая половина игры была гораздо лучше и так далее многие наверное действительно не справляются с тем чтобы сделать всю игру интереснее сейчас обсуждают пытается ли кейдж делать арт мне кажется да то что у него получается сраный набор клише это его проблема как артиста в плане того что ну не умеет но берется да во всех играх по первой половины всегда лучше второй ну большой вопрос на самом деле я не был бы так прямо уверен есть же игры которые очень как-то медленно начинаются долго разогреваются и только в конце проявляют себя на полную пожалуйста не шутите про ff13 сейчас так что скажу про к салвании я мне на самом деле никакие практически не не впечатляли это симфония мне даже не особо зашла когда я в нее играл во времена ps1 классный стоп-кабер но при этом мне очень понравилось экклезия но после экклезии они перестали делать нормальные к сальвании поэтому ну just my luck о нет это что значит выбирать это как-то выбирать то это зачем господи а что мне нужно здесь какое мне заклинание нужно сделать то может конечно просто все подряд но так чем в этой игре все еще лучше чем саленд хилле да просто саленд хилле враги были в массе своей недееспособное говно в отличие от здешних врагов ну правильно я хочу сделать диспел на самом деле поэтому it makes sense пусть тогда лучше в веку заиграет да я с ps3 все равно ничего не постримлю поэтому кто-то говорил шантил да он хорошая да и кто-то даже игру года давал так что тут все не так просто тут если что вообще драться не обязательно диспелить обязательно да с другой стороны я так понимаю что я правильно сделал что убил этого врага ты сейчас во второй раз я выходил из той же комнаты так что что даже ариа в салду арию я просто я я ненавидел арию я ее пробовал я дошел довольно быстро до ублюдочной часовой башни с ублюдочными головами медуз. И эту ублюдочную игру про ублюдочного хромого косого дегенерата я выкинул нахрен в окно. То есть меня мало какие игры так бесили, как это, как Ария в этой сраной башне. Поэтому, в общем, в жопу ее. Экклезия прям во всем лучше. И прям вот, да. Экклезия классная. Как отношусь к речи этой кланку? Я пытался в свое время играть, кажется, во вторую часть. Я Я думал, что это будет веселый платформер типа Джека и Декстера. Это казался шутер, который меня ничем не увлек. Поэтому я очень быстро его бросил. Потому что просто ничем ничем он меня не привлевал. Совсем. Не знаю. И в последующей части я не играл, потому что... Не не в каждой комнате, что ли, с... Так, ладно. Я еще... Вот это я сейчас зарублю. Ах ты! Ты си... Ка... Оно... Не воплощаясь, оно меня, значит, задамаживает. Сволочь. Сволочь. Как... Как ты кастуешь, когда ты уже улетела? Такого не бывает. Иди сюда. Иди сюда, многожопка. Не думал ли я делать подкасты? Честно, я совершенно не против подкастов. Просто, ну, как бы... Это too much work. В случае со стримами, ну, мне самому в конце концов... А, оно уже заде... Ну, ладно. Мне самому в конце концов интересно проходить эти игры. Я бы, может быть, даже... Ну, да. Я играю в меньше игр, чем мне хотелось бы пройти на стримах. В этом плане у меня есть мотивация. Да, я играю в игру в первую очередь. И во вторую уже там стримлю, болтаю и занимаюсь прочим. Подкасты. Я с удовольствием бы участвовал в подкастах. Но мне нужно, чтобы кто-то их организовывал и монтировал. Потому что на это у меня ни времени, ни... Энергии, на самом деле, после работы, которая меня достаточно сильно выматывает, не остается. А так, зайти в подкаст на поболтать, я всегда готов. Так что, да. Часа и башня с головами Медуз, это же суть к сливанию. Ну, в общем, это плохая суть, во-первых. Во-вторых, в Экклезии все было нормально, я помню. А, в общем, в Арии не было. Так что умрешь, сволочь. Я дерну, наверное, рычаг. Ставал бы более мощные лечилки. Да, надо, я согласен. Не успею. Ну, ну, умри, умри, умри. Да. Так, выход, наверное, здесь. Да, отлично. Это три башни из, кажется, 9 и... Говорят, что Until Dawn лучше в плане разнообразия, чем Quantum Break. Мне кажется, это странно, тушь Quantum Break, в конце концов, это шутер, где экшончик должен быть, наверное, веселым, а Until Dawn это же просто кинцо. Где все, что ты делаешь, ты смотришь, ходишь и выбираешь. Ну, насколько я понимаю. Ничего, скоро будет Хамикаминг. Да, Хамикаминг будет. Но я думаю, все-таки после Until Dawn, да. Но Хамикаминг просто неизбежен. Поэтому с этим надо просто смириться. На этом еще боевку хвалил. Ну, я посмотрю, конечно, что там будет. Но, серьезно, хуже, чем в первых... Хуже, чем во всех Сайлендхиллах, которые я уже прошел на стримах, там не будет. Потому что все Сайлендхиллы это... И больше ничего. Это не боевая система, это профанация какая-то. И... И да, не зря я здесь убивал эту хреновину. Не мешает мне сейчас выходить. Next! Блин, еще пять. Ладно. Как по мне, два раза ударить монстра палкой гораздо более лучшая боевка, чем полчаса перекатываясь и блочь ебаного краба. Я считаю, что здесь это, опять же, вопрос не в боевке. Это вопрос более в общем геймдизайне. В плане того, что схватка с этим сраным крабом, от которого тебе приходится блочить, перекатываться кучу времени, она яркая и более запоминающаяся, чем просто тупое избиение в лоб какого-то дебильного... Кто-то, не знаю, инвалиды были в Саренхей-2. Так, ну да, Четурга, чтобы нашу золотатка покорежила. Здесь тоже боевка хорошая, тут просто проблема в том, что игра тебя слишком много харасит этими многожопками, которые телепортируются, имеют кучу здоровья, постоянно кастуют на себя защиту и так далее. То есть, бой затягивается, и это не прикольно. То есть, один-два раза с такими противниками сражаться интересно, когда они становятся регулярными, это плохо. Также и в Салент-Хилле, если эти крабы, чертовы, становятся регулярными, по-моему, они становятся, потому что, блин, Хом Камин, говно же, то да. Без интересных врагов клевая боевка ничто. Ну, да. Но просто интересные враги через несколько раз начинают становиться неинтересными. Вот же в чем все дело. То есть, в Хом Каминге некоторые враги, они... Что? А, уже все покрасилось в красный, потому что я Четургу выбрал. Они хорошие, некоторые, некоторые, да, и с ними интересно. Вместе с тем... Где это я? Даже врагов нет, ура! Вместе с тем, когда они начинают появляться слишком часто, они, ну, начинают заебывать. Так же и здесь. Забухал, стало полегче. На более запоминающей опции, потому что больше рейдж тратишь время на унылый филлер. Унылый филлер, я бы сказал, вообще все, блин, практические бои, практически во всех Silent Hill. Вообще все это повторяющиеся монстры, это говно. Поэтому вот это везде плохо. Но если хотя бы там парочка сражений у тебя становятся интересными за счет более напряженной боевки и более каких-то интересных динамичных врагов, это уже, ну, чуть лучше, чем просто. Не так давно узнал про Silent Hill, пишет человек, раньше думал, что там вообще боев нет. Но вот это вот в Shattered Memories, но даже там все равно есть одинаковые враги, которые тебя харасит. Что тоже там несколько раз очень хорошо идет. Вау, смотрите, это же музей! Это музей с врагами! Нет, напоминает фрактал континуум из FF14. Это секси-медсестры нагинаются к тебе сисями, они нагинаются ко мне скальпелями, а не сисями. Ну, они же сейчас подерутся. Они же разных цветов. Ха-ха-ха. Get fucked. Где выход-то? Угу. Кто играет в хоррор ради динамичной боевки? Ну. В Bloodborne много кто играл ради динамичной боевки. Мне кажется, одно другому не противоречит. И я не говорю про играть ради боевки. Я вообще, честно говоря, мало себе представляю, зачем играть в хоррорде, учитывая то, что страшно, по-моему, почти нигде ничего не бывает, да? Но в некоторой там ради сюжета стоит, в некоторой ради эстетики. Да. Вроде бы так. Вроде бы мне нужно Area Dispel, ну, по логике. При этом, если у тебя в рамках хоррора будет такое напряженное, сложное и яркое противостояние с каким-нибудь там, вот, противником серьезным, это запомнится. Если... Самое худшее, что с хоррором может быть, это если он не запоминается, по-моему. То есть он должен впечатлять. И такие бои, они тоже, ну, они призваны впечатлять. Мне, например, лучшее, что запомнилось мне в Хоум Каминге, да, это как я от чертова краба перекатывался и блочил. Ну и еще босс этот, многоножка, да. Вот там мне было интересно. И это, наверное, во многом за счет того, что боевка была у меня неплохая. Приходим к тому, что идеальная игра Shadow of the Colossus, потому что враги разные не повторяются. Но там тоже, там, в случае с некоторыми, все-таки, ну, сказать, возможно, было бы лучше, если бы... Если бы там еще и механики не повторялись, если бы надо было реально делать совсем разные вещи для того, что... для победы над врагами. Вот, тогда действительно было бы, наверное, все замечательно. Колоссы, это действительно одна из лучших игр в мире, но мне кажется, с ней есть небольшая проблема. Вот, во-первых, в том, что, ну, механики повторяются относительно, все-таки. А во-вторых, то, что там все-таки с камерой большие проблемы. Туда пугали ли тебя вообще какие-то игры по-настоящему? Ну, вот, сложно сказать. Давно, уже давно, давно нет, конечно. Не, ну, первый Silent Hill своим началом, вот этим, вот, как это, звуком, звук офигенный в нем, он очень сильно тогда принимал, впечатлял. С точки зрения боевки, кстати, я считаю, что вот, ну, в Fatal Frame довольно неплохая идея сама по себе. Меня второй Fatal Frame именно боями очень пронял. Я его не прошел, правда, но недавний прошел, и, ну, было все равно интересно. Интересно сражаться, несмотря на то, что это хоррор. Вот, ну, я не знаю. Ну, опять же, Bloodborne меня именно вот хоррор атмосферный, атмосферой впечатлил. То есть, мне он понравился гораздо меньше, чем очень многие Souls игры, но... Да, что, лавкрафтовский такой хоррор, очень хорошее, можно сказать, продолжение идей того, что было и Eternal Darkness тоже. Что, лавкрафтовский такой хоррор, очень хоррор, очень хоррор, очень хоррор, очень хоррор. Окей, я все сделал. Я сломал им город! Уху! Писал ли я реценцию на Shadow? Нет. Ну, я писал, правда, про HD ремейк, но про саму игру нет. С камерой в Dark Souls 3 проблемы, но гораздо реже, чем в Coloss'ах. То есть, я не спорю, да, в Dark Souls 3 меня тоже очень корежило. То, что, например, на втором же, второй же босс мог там забить тебя в угол, и все, что ты видел, это его гигантское жирное пузо, а себя не видел. Ой, мой хоррор остался там. Стоит в углу, как я ему и приказывал. Хе-хе. Саундтрек первого Silent Hill'а Pure Gold именно как саундтрек к хоррору. Да, да, абсолютно. Я считаю, что до сих пор, наверное, один из лучших саундтреков и саунддизайн вообще в целом, да. То есть, нигде такого прям вот офигенного не было, как в первой части. А во второй части превратил саунд в то, что могут слушать люди вне игры, проебал всю суть, но обрел культовый статус как композитор. Well, это так. О, несчастные зомби ходили, и тут пришел я и снес всех волной чатурги, и все умерли. Бедные зомби. Прошло 50 лет. Зомби отреспаунились. Зомби отреспаунились. Я считаю, что это очень слабая игра, которую, не знаю, зачем много хвалят. Блин, мне так нравится, как прописано золотатым на реплике. Очень забавный. Более магичное сборное. Получит массивную деструктуру. Немного гаундану саунд. Ни земли отреспаунились. Больное собачивание, но не отсюда. И что с твоей тренировки для нас? Тренировки? Все в хорошем состоянии. Это не важно, что ты нас бьешь, или мы, или мы. Но мы пришли знать, что у тебя нет силы, чтобы уничтожить меня. Или даже уничтожить себя к нашему уровню. А мягушка уничтожила меня в прошлом. Одна из моих мнений. Мstoppable, мать уничтожила, мальчик. Мастер по плаванию... Магия по плаванию не отличная. А Логика по плаванию уничтожила. И так будет пор Cambridge. Сela рано открытого. Занятно. Ну, что дедушка оставил? I have left you a small surprise! Да, примерно вся эта игра была про то, что дед оставил ей небольшой сюрприз. Особняк с кучей безумия и Диспейра. У меня несколько бочек в подвале, любящий дед. Ой, ой! What the fuck? What the fuck? Окей. Ладно, хорошо. Я даже не буду спрашивать, почему так, но... Дед оставил. Что, где бочки? Стетоскоп здесь... Ага, я включил. Жду ли я какие-то игры, где сюжеты компании можно уже проходить кооперативе. Я вообще очень люблю кооператив, но я не знаю... Я не могу припомнить, в каких нормальных играх в ближайшее время будет... Ну, вообще, ожидается хоть какой-то крутой кооператив, поэтому мне сложно ответить. То есть, на данный момент, наверное, скорее не жду. Но, в целом, я им очень рад. Пикаксо. А где же... Буду ли я шут писать после прохождения фаренгейта? Я не знаю. Я не знаю. просто что еще может дописать кроме того чтобы ты пиздец и пучий с наверное нет то есть ничего но ничего нового наверное я уже не скажу что мне нет идей где же может быть нужен пикакс скастовалась а невидимость прошлый раз вот она и осталась до сих пор а ну да как только вышел из кат-сцены дай мне невидимость значит сохранилась сюрприз от дедушки кирка секретную комнату на втором этаже спасибо да я чё ты я думал какие стены можно рубить и мне что-то так и не не подумал что действительно да секретная комната на втором этаже good point сайлент хильский пейзажик сисечками ну давайте проверим тогда теперь опять видимая нормальные люди ради этого на органе бы сыграли классно то есть я телепортировала в центра диспелла от наверно где надеюсь это цените эффект конечно хотят плинт в центр диспелла то есть фиг с вами я сейчас сделаю просто вот такую будут они еще мне мешать стетоскоп теперь я могу сделать что-то с с кодом в подвале наверное никто обои за 300 лет не поменял одного набора костей не хватает отмечает лишь макс был прав среди них был один засланный казачок ну да жги все бог разберется вот это вот так чё тут все ничего больше тут меня нет наверное ничего больше не чтобы открыть сейф надо было прочитать книжку что в этом а юфа кенки риме ну вообще офигели судя по всему это не глюк вообще до этого это получается первый раз когда ах ты когда алекс встречается с именно в бой вступает я так понимаю давайте вылечим ее вы меня стримить на своем канале какой-нибудь кооперативные игры устроить свой двойной удар а не на теоретически можно было бы но блин это сопряжено с рядом трудностей потому что например когда проходишь кооперативные игры то я совершенно не до того чтобы читать чат потому что ну мультиплеер онлайн надо все время действовать плюс да в общем проходить целиком какие-то кооперативные игры на стримах это тоже несколько напряжены наверное так что не знаю не надо сэнити эффекты нужны ну я думаю что во первых алекс уже следующая глава будет своя с этой там достаточно наверное будет эффектов во вторых тут сейчас дышатку вы все взялись вообще у меня и так сейчас будет столько по сцене тебе что если бы я не полечился то меня бы уже грызли здоровье так в принципе конечно могу пойти использовать стетоскоп но у меня же сейчас нет никакой идеи как у меня же нет никакого кодекса и хотя наверное если я просто послушаю да тогда тогда я смогу определить так блин я ничего не слышу я посмотрел на прохождение резидент и вилл 6 там столько ада да честно да я бы сам прошел резидент и вилл 6 ради ада блин 59 вроде да ну окей хорошо сейчас я попробую еще раз да 59 82 ладно блин блин опять промотал сложно с аналогами вообще хотя а да я могу крест крестовины же это делать лол все хорошо пятьдесят девять восемьдесят двое восемьдесят двое восемьдесят даже один скорее судя по всему до 5 вправо теперь типа 41 на так ладно 45 все девять восемьдесят один сорок пять давайте последний раз фух и и что у нас тут а эссенсов 4 теперь у меня есть все эссенсы я могу их принести в подвал наверное еще одно письмо от деда как она сколько вообще писем ей дед писал тоже ну не постижим а в столь а столь с в в в в в в в Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты должна продолжить, что Макс начал. Убей всех людей. Расстреляй всех, зарежь всех. Девушки отдыхают. 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 С тобой, мой дорогой. Я желаю тебе хорошо в этом действительном действии. Я желаю, чтобы у тебя было больше информации. Но я в конце моего умения. Я чувствую, что я исчезаю от времени. Ладно. Окей. Малыши. Знают, что жизни будут терять. И грозумно потратиться. Но некоторые люди могут сделать по difference. Люди, как Микл Эдвардс. Чужой Bohmка кандидатский бояльцинский лошадник. Звучился, чтобы сбежать к н KEVIN-санитию в конце войны. Мы издали, что он был буквально начин. Вот это внезапно, вот это вообще никак не ожидаешь увидеть от игры, в которой было постоянно какое-то средневековье в Европе и не только. Можно ли его заставить ехать во Флориду? Из Канады? Субтитры создавал DimaTorzok Тушили огонь нитроглицерином, раскопали мясную колонну. Причем в Ираке. В конце игры сплошные взрывы, ну да. Там еще будет чудесный босс-файт, красный бог против зеленого. What the hell happened, сказал он и превратился в Майкла Джордана с подтяжками. Зачем канадский негр тушил пожары в Ираке? Ну потому что американцы подожгли их, чтобы не горело дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Не, он не сказал про Роуд-Айленд, он ничего даже не знал про Роуд-Айленд. Он был средневековым архитектором, когда Роуд-Айленда еще не было никакого. Они убили Маккормика, сволочи. Да, действительно. Ну, надеюсь, я все взял за чертова архитектора, потому что, кажется, когда я раньше проходил, я не смог, в общем, чего-то добиться в этой главе, потому что чертов архитектор что-то у меня не взял, в общем. Я такой пожарный просто, вообще. Я настоящий пожарный, поэтому я возьму винтовку и буду пистолет всех расстреляю, нафиг, я же негр. Эншент хоррорс Древний ужас Это же прямо как в моем родном гетто Я ваши древние ужасы с детства расстреливал Хо-хо-хо-хо-хо-хо Ну и да, конечно же, топором Ёшшшшшшшш Так, кажется, этого надо было рубить в спину, если не ошибаюсь Топором по древним ужасам Негры хорошие статы Ну да, он с детства тренировался Качался ментально и физически И готовился расстреливать людей и убивать их топорами Я это правда не очень понимаю, что мне надо делать Может мне карта подскажет? Не, не подскажет Ну ладно Пять это зараза Две У меня же магии еще нет Вот что мне не хватает, я понял Надо было сделать энчант На красный цвет Чтобы рубить своим красным топором их еще быстрее Сволочь Сволочь Молчаливый негр, который не шуткует каждые пять минут Он вообще ничего не сказал, кроме МАККОРМИК! Настоящий негр не может в магию Ну да, может быть МАККОРМИК! 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 Куда именно мне надо идти Может это папа Тайлера из Фаренгейта Ну да 91 год он взрослый Но в принципе может быть Фаренгейт там же не указывалось В Фаренгейте в каком году происходит действие игры Кажется топор не пролезает в этот коридорчик Что тут вообще делать-то надо? Опять вы за свое? Все Все Угу 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 Вроде бы ничего нет Зачем я Че я здесь делаю? Зачем? Аааа А магии-то у меня нету Не пройти Занятно кстати За предыдущих персонажей Практически в самом начале вообще их путешествия Они Телепортировались в камеру пыток Где им Где для них Томик лежал В случае С Замечательным негром фаерфайтером Ничего такого не происходит Но пройти-то он не сможет Без заклинаний Из пистолета не как гэнгста стреляет Да Надо было держать его как Как гэнгста этот самый Держит Кейблэйд Малыш Из Бирдбайслип Например Вот он настоящий гэнгста Так Окей То есть там еще одна лестница Понятно То есть здесь меня научат Как Решать головоломку со светом Надо полагать Но мне нечего вставлять в дупло Поэтому Позже А Да точно его звали Вентус Я уже забыл Какой-то Вантус То как он держал Кейблэйд Это было самое интересное Что связано с ним Нига твой друг и учитель Так И это наверное то что надо скомбинировать с амулетом И получить Да Получить то что вставляется в дупло Так он там и стоит Смотрим какую-то зеленую милю на спидах На самом деле нет Тут же герой действительно Тут героя даже не обвиняют ни в чем Это даже не интересно Он просто проходил мимо Увидел посох Вставил Начал отражать Зачем-то Ой как это все страшно то О-кей Та fuck did I just do общем я в такое ты игрался уже в этом в том рейдерах кооперативных и очистю в пятом резиденте только там лучик меня зажигал нафиг так что-то открылась а я ничего не понял где именно оттуда я пришел здесь да ура томик it's like a ducktales all over again Мест для статуи уже нет Плютор Что, он не узнает своего знакомого скульптора Даже не реагирует О, теперь дед Здесь появилась Будете плавящиеся нацисты в конце этой истории Мне кажется, хорошо, что вообще нацистов тут нет Вот это было бы совсем грустно Ну потому что вообще это тема того, что Если что-то оккультное, то нацисты Она, ну блин, она настолько заезжена Просто ужасна В анчартедах, по-моему, в первых двух даже анчартедах, если я все правильно помню Это было Впервые в массовой культуре негр не умирает Сволочь, ладно А, все Но еще и управление мне меняет Вот что Относительно неожиданно в этом все Э, он не хочет перезаряжаться Во втором анчартеде не было Во втором анчартеде был Дед, у которого была абсолютно такая же фамилия Как у реального нацистского чувака Который ездил в Тибет искать Шамбалу в 30-х И он по возрасту подходит То есть, ну реально все сходится То есть, если там это не говорилось прямо Эта аллюзия была очень толстая Я пришел в то же место С другой стороны, ура Это значит, что мне не придется долго бэктрекать И мне надо всего лишь Сделать диспельчик Я думал, это очередной его глюк Так, мне, кстати, было бы неплохо, наверное, сделать Save А то я тут приближаюсь уже к развязке, можно сказать Правда, у меня опять никаких идей нет Если я прошел это все Я не видел вроде бы никаких мест Куда можно было бы класть эти effigy Может быть, только в самой первой комнате Просто я ее недостаточно хорошо исследовал Давайте попробуем вернуться туда И да, действительно Игорь держит автомат И это автомат, очевидно, придает ему такую уверенность Все, что sanity не падает вообще никак Ничего его не заботит Как хорошо я помню второй анч Ну, не то чтобы Просто я В свое время, когда я про него писал Я им поинтересовался разок И это был забавный факт Но Это я запомнил больше Больше в игре просто не так много чего Есть такого, что можно запомнить Что можно как бы как факт Помнить и обсуждать еще потом Та-дам-та-дам А этот негр сам понижает sanity врагам Своим присутствием Нуп Здесь тоже нечего делать Ну че, блин, у меня есть три effigy Он даже не хочет вспомнить, что его этого чувака звали Маккормик блин в первой комнате тоже ничего не кроме недобитого урода с конечной сэнити у жителей россии вот это да у нас мне кажется иммунитет к этому дерьму поэтому я не знаю хорроры какие-то вот зачем это все когда вокруг какой-то перманентное безумие зачем кит хорроры нужны с мест новостей может читать breaking мэда и все но он же постаменты в комнате были в комнате одной было три постамента серьезно этой что ли комнате но это не не интерактабельные совершенно постаменты к тому же я отсюда взял голда муллет вместе где черви были пробежал мимо лестнице о окей то есть там была еще лестница кстати вот здесь вот это выглядит тут какой-то интересное место на самом деле нет ладно хорошо я вернусь зачем хоррор если можно просто зайти в пятерочку ну да так здесь пусто и альтернативный ну да мы уже неоднократно во время во времена всяких silent hill of обсуждали что то что там альтернативный мир и ужас и это совершенно как у нас everything looks exactly the same а вот оно что да спасибо я чё так увлекся что совсем пропустил эту лестницу что какой-то неравный бой я не могу почему не финишки предлагают я хочу застрелить большого когда финишки дистанционный то вам серьезно а молодец ты победитель вот твой приз и здесь вроде бы ничего но он так что летающим не доеду на интересно это от того что это синий монстрик у меня такое происходит по-моему раньше таких тормозов не было ау-ау-ау что что он творит вообще что он себе позволяет хочет поговорить с моим топором наверно да топор лучше всего так здесь я кажется не пропустил ничего вот это очень выглядящий как проход куда-то но на самом деле это не проход чат переключился на обсуждение дыр проследовав по логической цепочки негр черной дыры окей я нажал на б ради перезарядки он спиной открыл дверь очень возит смысл если их можно тупо пробегать да я что-то во первых во первых когда у тебя автомат это даже приятно немного их расстреливать к тому же вот в таких комнатах можно в итоге оказаться запертым с гэнгбэнгом и с гэнгбэнгом монстров и это будет неприятно я помню раньше помню с каримом что ли пыталась так делать ну и плюс да они же мне сэнити понижают я бы ее немножко восстанавливать так здесь две двери или здесь ничего все это впервые стрел дэмэдж ну ладно зайдем начать вверху не тратить патроны добивалки но мне ведь их так много я не уверен конечно может здесь в конце будет какой-то босс я правда нет не помню этого совершенно это и картины я тоже не помню эфиджи да нет слова warrior было красным отмечено вообще постамент похож на красный без эффектов скучно вот зеленый да окей так я уже и вам добрый вечер конечно люди хотят больше эффектов ну сейчас у меня уже оцените ничего не осталось в одном можно их скрестить а ребят нет она по очереди так я чуть-чуть восполню потому что иначе следующий меня побьет или а я так прошу вообще это я делаю неправильно значит может быть мне надо наоборот делать не серьезно я делаю неправильно то есть когда я делаю правильный цвет это не работает а делаю противоположный цвет это тоже не работает нету не на цвет надо смотреть как интересного те что у меня здесь не надо школярами ральд все верно хотя ну да в принципе я понял то есть наоборот надо сделать не сильно и слабый если школяр доминирует а синий страдает то ну да не ну понятно примерно все так здесь нужно красную ставить да просто идея была в том что описывал до в описании фиджей было указано что они страдают а в описании картин было указано что они доминируют и в этом смысле да просто всю игру надо было выбирать из элементов в первую очередь ну те которые наоборот были сильнее нужного цвета здесь наоборот здесь головоломка заключается в том что надо выбирать кто слабее окей это анимация когда он своим автоматом отодвигает дверь это здесь наверное это все и я смогу этим гладиусом сломать тот каменный блок нет я не понимаю что делать там на но это и есть камень монторока поэтому его ничто не сдвинет эквипнуть он не может он говорит что глаголой гладиус только для избранных на камне нарисована подсказка ну ну да 3 и не понимаю все равно ладно кричи кричи я что у меня нет идей надо это ничего не сделал конечно здесь нарисованы рунок вечера больше ничего не нарисовано тоже это за подсказка такая я ее не понимаю хотя под крови по под кровякой постою может быть мне это поможет так но я даже не знаю что делать подглядеть в интересная реакция еще одна руна нарисована же 2 руны нарисованы сверху 2 так я только сверху и вижу а сверху имеется виду вот это вот это вот единичка не ну хорошо давайте попробуем 3 пускай будет монтарок единичка и да и кричи не ну у меня же это и так окей хорошо самым джетта причем я не смог расписывать только что мне здесь сделала сделать трепер я не понимаю makes no sense я как увидел просто что это треперс это этот автомат который висит просто так к велосибли на такой-то сам он кричер я счету на этом сломался потому что здесь же нет места ни для чего не для какого кричера здесь на чтоб кричер ничего не сделает же с камнем или нет или или да не кричер ничего не сделал и здоровья не поинт вообще трепер умеет телепортить да но сейчас он же ничего не сделал я могу конечно еще другого цвета у меня даже магнит негра хорошие статы кроме маны не знаю не знаю не знаю я не стрелял кстати сейчас я не жал на эту кнопку я думаю негр просто с ума немного сходит сам ну давайте еще раз я попробую целиться все мы забываем что ну нужно таргетить это дерьмо все спасибо у меня первая мысль заключается в том что у трепера это всегда было ауешным когда я пытался от него убежать она меня всегда настигал я поэтому все время забываю что она на самом деле у него таргет на и они они как всегда то есть в упор и не в упор это не имело значения и ну я был близок к того чтобы самостоятельно решить на их я был далек от того чтобы самостоятельно вспомнить что взрыв трепера чё-то таргетит вообще так хоккей что это у нас по им новое заклинание и чё мне наверное надо скастовать этот байн здесь это я да и да это это и и и если я не знаю диспел чтобы пройти и байн сработает ли байнд если я его через щит сделаю интересно как интересно сколько примерно осталось до конца я боюсь предположить может быть час они не будут просто не помню сколько вообще последняя глава длится потому что по моему она длинная так ты и я думаю за него я уже действительно совсем все ну потому что ключевых айтимов не осталось я уже все прошел но за алекс надо будет опять спускаться в подвал особняка где этот древний город и прочая где это я там не был вроде бы ну ладно может еще найду еще глава длин как туда пройти то что я затупил сейчас блин вообще идеи нет тут вроде бы тупик и ничего больше вроде бы все остальное я обследовал этот сильно было последнее место куда я зашел но сюда это будет что это будет это ведь назад я уже иду карту я я честно я в этой карте малыш упрямую но я помню что еще не приходил за негра в то место которое мне надо взорвать то есть но с другой стороны да я вот а ну да не ну здесь точно этого нет значит значит я дальше что-то пропустил то есть получается да получается что мне надо что-то здесь найти здесь никакой лестницы вроде бы нет внизу точно ничего нет это дверь он не хочет разрубить эту тоже значит остается только здесь в этой комнате по моему всего лишь три статуэтки надо было поставить и вроде бы ничего больше не было ну да место для гладиуса вроде бы я не нашел никакого то есть блин а что мне остается то здесь ничего здесь ничего ну да это лестница не работает здесь тупичок если вы знаете куда идти скажите потому что у меня нет идей я я реально обошел по моему сейчас все что было и у меня все равно не хватает то есть выхода нет выхода нет да к тому же где детонатор детонатора нет выхода нет и я не понимаю ничего то есть здесь я проходил это это уже назад назад мне не надо не но если мне назад у меня нет идей слушайте я что-то я я совсем заблудился уже в этой фигне фига себе графон ты долфин долфин перенастроил но я не менял настройки с тех пор как я начинал играть но есть подозрение что в этой игре в самой по себе довольно графон неровный серьезно юки дингми вот есть некоторая да проблема с тем что я играл в этом месяц назад и я нихрена не помню где тут еще могли быть двери есть игра по другим что если проходить все подряд игра подразумевает что ты помнишь что тут было двери и выйдешь сюда не считает что он находит труп такой детонатор чик его укрой а а нет а нет а а а а а и и Офигенные супер враги, которым одного патрона хватает. Что, это уже не рубильник? Нигру говорят уничтожить, и он даже не задается вопросом, зачем? Ну, ну. Я даже больше скажу, ему, блин, какие-то голоса в голове это говорят. Точно, кстати, Айзек? There must be some way of making it more powerful. Мне что, энчантнуть эту штуку надо? Ну, то есть, я могу, конечно. Серьезно, именно это мне надо было делать. Если так, то это очень смешно. Как усилить бомбу? Скастуй на нее древние заклинания на чертову бомбу. Блин, еще этот голос, который говорит с 3 минуты до взрыва. О, черт. И эта музыка, нет, слушайте, это вообще абсолютный Resident Evil уже сейчас. Добегу ли я? Добежал. Да, и еще вот эти какие-то обломки, которые не весь откуда падают. Ничего еще не взорвалось, господи. И вот постоянно, вот в этих играх, в фильмах, в этом, блин, вот все. Так. Выход слева. А, то есть, вот этот теперь выход открылся. Понятно. Игра. Окей. Я надеюсь, что в следующий раз она в этом месте не зависнет. Так, давайте сделаем щит еще один. Нет, мы не умеем делать щит. Да ешь ты. Вот так вот называется. Ты делаешь заклинание на то, чтобы... ...усилить бомбу. После этого у тебя не хватает сил, чтобы выйти, потому что щита нет. Играл ли я в Enter the Gungeon? Не, что-то нет как-то. То есть, NecroDancer мне был очень интересен, потому что это была игра музыкальная. Ну, а Gungeon, я так понимаю, это рогалик с шутером. Это не очень меня привлекает. Ну, к тому же, я в последнее время играл практически исключительно в... Так. Ну, давай, живи. Нормально. Надеюсь, что сюда. Практически исключительно в Dark Souls 3. И, в общем-то, больше нечего мне было. А, все? Или просто меня прерывают на таком ответственном моменте, чтобы еще раз показать призрака деда, который будет говорить ей криповые вещи? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, Алекс. Много лета я ждал за тебя. Ты моя. Не запомнись меня сейчас. Я ждал за тебя. Я ждал за тебя, Алекс. Никогда. Я знаю, что ты. Я видел, что произошло. Продолжение следует... 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 Ну и вроде бы остается последняя головоломка... Наверное, надо покрутить эту хреновину... А, я могу крутить эту хреновину... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... слишком хитрожопа дед это все слишком хитрожопа конь линза треснет и все алекс ника не сможет спуститься окей динь-дон ну давайте посмотрим на нее почитали почитали он печкин принес мне душу древнего бога и зачарованный бит ну спасибо кстати они а да все я тут написано было что только guardian of light может сюда меч тора теперь мой но это в чем а другая лесенка соль есть подозрение что это был негр мечта его но вот интересно негр то ведь по идее он передал должен был передать этот сенсом села тат именно деду в этом же был смысл они встретились и при этом негр говорил что за ним охотятся и что он до утра не доживет в этом плане как-то это все странно но пошла разноцветная поебень но начинается давайте ваш счет наверное что-то мне кажется не хватит жопа какая я сейчас я такой второй раз не смогу поставить да окей наверное мне нужно 7 звездочные давайте посмотрим что у него банкорок санта куки а камеры открывать не надо как такие камеры эти зеленые выходы не открываются с этой стороны это точно я это за ее деда еще проверял как раз сегодня значит наверное надо бежать до двери и я так понимаю что здесь дисплей надо будет сделать еще успеть каким-то образом они и не 7 звездочный ли он скорее всего 7 перестрахуем ся нет лэк рад гармор давайте но крылы то есть она теперь не и это самое дебильное что я только встречал кошмар какой я бегу прямо на пролом к этой хреновине принципе если я может быть еще один все равно на себя бы нацепил защитку может быть тогда я бы успел у меня маны я боюсь не хватит если я сделаю на себя еще один шилд хотя бы на 5 и теперь диспелл на 7 очень не хватило да серьезно диспелл на 7 ну издевательствами нет восполняла комп нет какой ужас возле зеленых полей из безопасной зоны пишет да вижу ну хорошо наверное мне стоит побегать там тогда действительно спасибо потому что что туда вообще сейчас сейчас это выглядела полнейший жопы тогда сейчас буду здесь ходить дождусь пока у меня восстановится мп с кастую еще разок защиту и еще разок то добегу туда и сделаю диспелл еще почему не шкала мп не выстава не показывался ладно поехали еще раз щит на полную сейчас отрегинить еще немножко блин ладно надеюсь хватит и сейчас диспелл на 7 давайте и и рестор я я же не могу кастовать чинилку на то чего у меня нету ну да очевидно не могу ну чё то есть я могу уже сюда ставить эти фигуры ага понятно начинал просто собрать пьедестал тогда тогда это все несложным стопом гораздо больше чем самой героини а починка и чё опять нет она даже не хочет обследовать эту гигантскую хреновину так power of the lich то есть до 5 до господи правда я не очень сейчас у меня немного нет идеи что именно мне выбирать в этом случае то есть в тот раз я делал dispel но стоит ли мне и в этот раз делать здесь и стану все ушло в эту дурацкую стенку как грустно то и теперь мне надо долго восстанавливать мп на самом деле значит мне надо вначале стенку снять а потом их снять или может быть их не снимать а пробежать насквозь пробуй байнд вот в том-то и дело что я скастовал байнд он полетел в их сторону и разбился просто нахрен об этот щит черта причем этот был байн 7 точечный как-то не знаю возможно надо делать диспел все-таки в начале диспел и убежать серьезно магическую атаку я скастовал серьезно я настолько а все и не докрутил да спасибо что заметил занято что диспел стандартный не работает в этом случае то есть суть это заскриптованное место где мне нужно делать байнды больше ничего я думал что есть вариант снять стенку и потом попытаться или вручную с ними расправиться или пробежать каким-то образом получается что не так все давайте следующий тогда заменять теперь на пролит это зиме эй эй 2 окей одна башня сделана осталось еще в усе и нет нет мне кажется что просто с такими головоломками они должны были дать алекс бесконечные поушины на маму потому что если тебе надо постоянно кастовать какое-то дерьмо то в общем нельзя так делать естественно отсюда могу сделать диспел наверное нет но мне хочется попробовать ха-ха еще больше это еще и 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 я не понимаю какое ей заклинание надо делать чай подгляжу если у меня есть какая-то мысль на этот счет но кличер сам а ну да правильно она же говорит что она призывает 4 ну да понятно просто да если здесь ошибиться то это же вообще это придется опять заново возвращаться в эти места чего я очень не хочу гейм дизайн хорошей ну да игра затем мне кажется что просто вот надо было глава за деда было просто лишней совершенно если бы я не делал всего того же самого здесь и от не честно вот вот это вот дурацкая теперь пол это лава по которому я сейчас бегу но это очень глупая идея то есть не знаю это это не то челлендж который хочется видеть в игре совершенно играл ли я в nightmare creatures да она была не очень она была красивая для своего времени и расчлененка там была тоже по меркам ps1 такой впечатляющий но блин она была дико сложной и кривой и чё опять ним не выйду просто так 5 надо что-то делать все эти адвенчуры конечно чё 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 вот 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 чё а ругается счет может мне надо взять обычный гладиолус и энчант ночь его на синий например хотя я лучше чё я на монторог его энчант на час и все за всех зарублю блин все никто не все не то делаю что вы что надо так и квип после этого энчант вот эту штуку на монторог на него цените нет груз мне кажется что большую часть центре эффектов вы посмотрели на вообще да у меня цените вообще говоря мало очень на 12 персонажей сколько локаций 4 ну чё-то типа того да мне кажется что как раз повторение локации здесь это не худшее из того что происходит может их тоже телепортнуть давайте самон трапы ну пускай так соседи ругаются шестен и долбишь ну да сален хилл 4 опять начинается нет я сейчас подсветил эту штуку и ни хрена о господи так ну ага окей то есть просто magic attack ну ладно давайте я попробую сделать magic attack что думаю о нынешних жертвах типа старышем 5 или никто не я не хочу просто вот все это вябушное говно из души ну то есть совсем мне не хочется дикой анимешности старошин 5 это дикой анимешности я такая непту не тоже и в общем не хотелось бы видеть g rpg какие-то более интересные более ну нетипичные поэтому мне и финалки нравятся у них сеттинги ну и вообще в принципе финалки они хотя бы не плен по крайней мере они вот не не настолько гнусно анимешные как как многие g rpg этим они хороши да этот камень который я варпнул действительно торчит тут на выходе как забавно и труп складе складируем мусор из разных миров персона крутая ну вот достаточно да мне четвертое понравилось при этом я не знаю я опасаюсь все равно за них за персону за пятую тоже но мне она интересно я посмотрю что из нее выйдет вот мне очень грустно на самом деле то что 3 и сделает сраный star ocean который в хлам анимешный будет это уже понятно при этом сквореникс без трейса делает новую валькирию и это валькирия будет каким-то ублюдочным говном для мобилок вот что при спорте я не из тех кто хотел бы видеть прям сиквел вэлкири профайл но просто вторая часть слишком хорошо закончилась но какой-нибудь спин-офф вот что-то в этом роде было бы очень хорошо то есть все лучше чем чертов 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 старушек ну и то что они опять выгребают этот замечательный их то есть ничего мне не показали несмотря на то что я скустовал ревил инвизи был полноценный ну и хрен с вами обидно обидно то что вместо чего-то нормального они делают мобильную хрень опять все японские серии заканчивают свою жизнь как говно для мобилок ну да наверное блин еще спеллов низко ставать бризов fire до 6 на мобилках вышел правильно вспомнили кофе летом ста это потому что до фиолетовые же не ревил это мой инвиз а трэперы сраные все не не незрячие же все равно блин отстой да спасибо не сообразил за breath of fire кому-то обидно особенно но мне не очень потому что я никогда не был фанатом breath of fire но с другой стороны вот такой судьбы никому не пожелаешь ну и грустно то что да у них весь рынок японский ушел в сраные мобилки причем ну даже не какие-то нормальные игры там для 3ds вид а вот именно мобилки то есть ту же вот это вот мебиус файнал фэнтези которые у них китасы делал недавно тоже какой-то ну большой графонистый проект но он не выйдет на виду нет только мобилки ну да 4 господи ладно половина есть ну так вита уже все ну так она уже все потому что все перешли на мобилки это следствие а не причина ну ну что кузнецы в лего севка энди файнс эталону ныне но бывает хуже не знаю мне кажется что ой отстой не заметил я саленд хиллах мне как правило было еще умере ну да и к тому же 3ds не все у 3ds хорошие продажи все равно для нее никто ничего не делал ну да жалко считаю что вот этим игра заканчивается на самом деле потому что да не хотелось бы сейчас умереть можно без этого как сделать чтобы отпустила пожалуйста что саленд хилл такой хуйни не было в саленд хилл вся игра была хуйнёй ну блин начинает с третьей части там просто беспросветно было все уныло тут финал слабый но по крайней мере блин как как сделать так чтобы отпустила вот чем интересно у нее явно час какие-то глюки ее не выпускает но хм 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 оооо щит серьезно блин ну ядрить вашу налево ладно хорошо я подглядел потому что это какая-то жопа я могу резетнуть свой прогресс сейчас как-то нет 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 мне надо было здесь как-то про красца но я это уже про фейлил вроде бы так ну что чат пишет ну даша финальный данж должен быть более динамичным наоборот они они как тут я согласен кинчат делать мне не знаю диспел сделайте ммб это грант по не помню что тут делал грант по гранту а тут монстров вроде убивал у него не было вот вот этой вот фигни с монтароков ским узором на на полу не не было такой фигни не 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 а цените вылечить блин я слышите действительно дед здесь бухал но серьезно то есть у меня нету бухла дедушка сказал что оставил мне нет смотрите вау охренеть дедушка сказал что оставил мне в погребочке что-то а на самом деле там была кирка да вместо того чтобы сделать внучку алкоголичкой он сделал ее шахтеркой офигеть нет я вот вот это я тоже я не воспринял это совершенно как какую-то подсказку то что надо бухать просто дело же в чем у меня все время саните на минимум и было ну потому что все хотели видеть больше саните эффектов и поэтому поэтому я и не подумал что мне надо чинить свою сэнити потому что для меня низкая сэнити уже давно стала нормой ну ладно две трети позади ладно две трети позади как там оставить или что эй 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 не то я думал он прошагает до конца но нет придется его усыпить ну эй давайте еще раз если действительно они встают сами туда эх 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 это было бы слишком просто блин головоломки отстой а я восстанавливаю тут музей который детд разломал окей хорошо игра конечно блин вот абсолютно квестовая по своей структуре и это плохо чтобы оставил мпп ушинов с собой побольше то приходится бегать вот так вот и грустить постоянно и квесты это неплохо ну да конечно тот же блин сами какие-то дурацкие такие головоломки очевидны или не очевидны и все равно как-то а 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 что с а а Смотрите продолжение в следующей части. Так, это рычаг, здесь был выход. Здрасте. Ладно, каких все заклинания здесь могут подойти? Нет. Reveal Invisible, может быть? Не знаю. Summon Dispel, Damage Field. Ну, наверное, Reveal Invisible. Я не могу предположить. Так, а выход не тут? Да, не тут. Окей. Еще вот это устающие герои. Вот это тоже такой отстой. Ничего, игре это не дает. Если платформа была невидимой, зачем ей был спелл? Не знаю, чтобы не бояться. Ну, все, скажите мне, что все. Ой. О, ой. Иди сюда. Я надеюсь, что заклинание у меня вышло правильным. Иди сюда. 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 alright музыка действительно к это дискотечный он тут даже не он детский не вижу чёт ладно может быть сильнуюсь побыстрее ну а теперь вижу а нет он диспаунил из меня карима о как он с развороту свеговый чувак тем временем где-то в космосе жаба побеждает гадюку нет опять что ли ударить на данный день надо его действительно ударить чтобы она появилась да наверное да макс не умеет бегать а а а хиляюсь еще Ай-яй-яй-яй-яй Сволочь, а? Нет, 7 звездочный вообще не вариант Только быстро О, гад Босс-гардиан, да Босс-гардиан был просто совсем дурацкий Блин, я еще не успел Он был совсем дурацкий Потому что У него был опенинг для атаки Вообще примерно никакой Здесь босс, ну, скриптовый Совершенно нормально Где не хватает крипового дизайна монстров Как в Блодборне Да, на самом деле Блодборн вообще очень многое сделал Правильно в плане эстетики Мне кажется И в плане, может быть, какой-то вот Загадочности происходящего О, я могу его рубить Почему ему не срубаются косты при этом Он поставил щит вокруг себя И телепортировался в другое место Вот идиот Какой-то Что? Какая-то 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 мне кажется такой босс файт это в целом не так плохо как могло было быть смысле здесь все довольно скриптовые просто при этом это ощущается как финальный босс файт за счет того что ты неоднократно как бы что у тебя вот все все твои духи твоих персонажей возвращаются и в это время космические ктулхи ну и космические ктулхи там дерутся друг с другом то есть в целом она работает как финальный босс файт несмотря на легкую сложность но мне она кажется как раз нормальный потому что чертов гардиан был вообще невыносимый ну да чё теперь делать с четургой да на и теперь мне надо вспомнить как делается байнд я желаю вам жопы а всего лишь протект окей ладно еще заставки очень интересно как они все жутко пережаты и в лоурезе и вообще какие-то оборванные я так понимаю что это потому что здесь на каждое же прохождение есть заставки ну для каждого из соответственно трех этих древних богов размер диска всего лишь там полтора гигабайта поэтам ухаживаю но это было так мало времени и так много что делать добро пожаловать аликс Я помню тебя. Когда я взглянулся на сверху, я пришла в этот мир, чтобы остановить Пиас... Моя ошибка была очевидна. Этот сверху мог бы оставить сверху так легко, как Пиас. Но, как быстро началось, это закончилось. И, кстати, вот это вот абсолютно так же, как Фаренгейт, кстати. Я раньше не знал, как на самом деле устроен этот мир, говорил Лукас. Все сходится, все сходится, все одно и то же. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вот. Ну, такая вот игра. Да, да, да. Ох, ничего не знаю. и я так помню даже если пройти игру три раза что-то тогда окажется что монтарок всех наебал занят нашу геймплей direction походу были продюсеры из nintendo на эту игру нехай не так легко призвала древнего поезд два тысячелетия мучиться я так понимаю что смысл был в том что он ждал же еще пока планеты встанут там постоянно нам показывается что alignment of the planets роляет и вот когда они все выстроились в ряд вот тогда тогда надо было при призывать ну и собственно тогда она призвала и 4 гуку опять же она же его призвала потому что у них там был под землей готовы уже комплекс на 9 башен которые ченнелили до хрена энергии вот вот ну конечно перепроходить я ее совершенно не собираюсь то есть игра ну тоже вот опять же в свое время до было круто сейчас но невозможно нет такой геймплей хвалить ну нет но не получается это не так плохо как могло бы быть конечно но вот тоже совершенно опять же как и фаренгейте здесь есть ряд клевых находок и в принципе геймплей сам не такой плохой на и фаренгейте он тоже был не такой плохой потому что его было очень мало но все равно ну и конец кажется каким-то очень underwhelming так сказать потому что блин ну как честно говоря опять же как и у лавкрафт вот смотрите-ка дэвид хейтер в роли до какого-то говна вообще безымянно заняты что они собрали конечно именно этих актеров за что они взяли хейтера вот уже известного к тому времени на роль какой-то херни кто такой бен диак я думаю это отец дэнниса диака который был собственно директор силикон найтс этой игры ну и после twin snakes силикон найтс ничего не до не после twin snakes и eternal darkness они ничего хорошего по моему не сделали ну да вот об этой игре точно стоит помнить и в ней точно несколько много классных задумок в них честно мне хотелось бы чтобы эти задумки как-то развивались мне не знаю ей игре скоро там 15 лет стукнет да почему до сих пор вот не было ничего что могло бы как-то больше развития я не знаю то есть единственный bloodborne да на эту тему хорошо сделать полов ктулху с тоже в своем ду в своем роде что-то сделал хорошие но вот здесь было больше больше интересных идей ну ладно я думаю на этом все спасибо что смотрели через недельку возможно в то же время я начну что начну ну да конечно я начну антил до вот и все тогда пока пока до встречи через не